Здравствуйте! В этом видео всего про одну маленькую таблетку с огромной силой, которая способна усилить действие любого удобрения в несколько раз. Эту таблетку вы все прекрасно знаете, это глицин. Я его использую постоянно, независимо от того, маленькое растение или уже взрослое. Подкармливаю все свои растения глицином очень часто и вам показываю все результаты свои. Вы у меня видите на канале множество цветов. Глицин это простая аминокислота. Аминокислоты очень полезны растениям. Вот сейчас я вам покажу одну связку именно аминокислоты глицина плюс комплексное удобрение. Нам понадобится литр воды. Даже на даче все свои растения я поливаю все равно отстойной водой. Никогда не поливайте свои растения простой водой, например из бака. И будем добавлять одну таблетку глицина. Глицин я вам показываю уже не первый раз и всегда подкармливаю свои растения. Многие пишут, что вы занимаетесь просто ерундой. Очень много комплексных удобрений. Да, конечно много, но дело каждого. Можно купить дорогущие удобрения с аминокислотами. Либо применить просто аптечную таблетку аминокислоту. Например, с любым комплексным удобрением. Это очень хорошо помогает. Вот смотрите, комплексные удобрения не смотрите на название, на именно фирму. А смотрите на состав, что содержится в данной подкормке. Здесь должен быть и азот хороший процент, и фосфора, и калия. Тогда это именно для цветущих. И как раз нам нужен глицин для того, чтобы преобразовать все микроэлементы в легкодоступную для растения форму. Например, если смешать комплексные удобрения с глицином, там даже которые содержатся, есть магний, железо, фтор и многое другое, они недоступны бывают для нашего растения. А с помощью глицина все будет возможно для нашего растения, будет впитывать как губка. То есть растение будет здоровым и будет расти красивым и пышным. Смешиваем одну таблетку глицина на 1 литр воды, и в данном случае у меня была фертика. Смешиваем 1,5-2 грамма на 1 литр воды. Смотрите именно на упаковке, что у вас написано на вашем комплексном удобрении. Все это тщательно перемешиваем, и я буду протирать наши листики. Если опрыскивать, то посмотрите у меня, что получается. Они у меня стоят на улице, и все это пятнами покрывается моментально. Ветер это все быстро осушивает, и получаются вот такие пятна. Я буду в данном случае именно протирать. Протирание очень полезно для антуриума, особенно с аминокислотами в небольшом количестве и в комплексном удобрении. Наши листики будут здоровые, красивого изумрудного цвета. Через листья проникают, наоборот, быстрее намного все аминокислоты и макро-микроэлементы. Если мы поливаем наше растение, то постепенно через корневую систему все проникает в листья. Мы сейчас делаем все наоборот, через листья до корневой. Посмотрите, какая грязь, и это все у меня на улице. Последнее время идет активная реклама аминокислот, но стоят они очень больших денег. Все эти аминокислоты можно подготовить самостоятельно, а также протирать, либо поливать, либо даже опрыскивать наше растение с витаминами. Про витамины я вам также рассказываю на своем канале. Можно протирать, либо опрыскивать один раз в неделю. Это в среднем, с таким комплексным плюс глицином удобрения. А также можно поливать один раз в 7-10 дней. Именно с таким составом. Курс примерно до 3-4 раз. Также и поливаем таким же комплексным составом наше растение. Даже если вы протерли ваши листики, можно пару ложечек полить под корень. Будет очень полезно для растения. Посмотрите, какого красивого все-таки изумрудного цвета становятся листья. Эту подкормку я применяю уже не первый раз, около третьего, даже четвертого раза. Потому что на улице это огроменный стресс для растения. Можно применять подкормки немного больше, чем дома. Потому что микроклимат у нас с вами разный. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Всем спасибо и до свидания. До скорых встреч.